Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алексей, и это очередное видео про очередной искусственный интеллект. На сей раз этот искусственный интеллект сможет полноценно заменить тебе монтажера, потому что создавать здесь видео можно буквально за пару кликов. Сейчас я тебе покажу, ну а перед началом немного давай видения. Перед началом этого видеоролика, пожалуйста, подпишись на мой YouTube канал, поставь лайк или дизлайк, если тебе вообще он не понравился. Просто дай мне знать и дай мне обратную связь, как тебе вообще такой формат. Ну и это дать ты можешь, конечно же, в комментариях, либо написать мне личку в ВК, либо в запрет грамм. Я думаю, вы все поняли, что это за соцсеть. Все ссылки на меня будут в описании под этим видео. Кстати, в описании под этим видео будут также классные реферальные программы, с помощью которых вы сможете себе оплатить booking, rnb, заграничные и зарубежные сервисы, Adobe Photoshop, ChatGPT, MidJourney и много-много-многое другое. Так что переходи в описание, смотри и переходи только по моим реферальным ссылкам, чтобы получить классный бонус. Ну а в этом видеоролике, друзья, мы с вами поговорим. Это классное приложение InVideo AI. Не беги сразу на этот сайт, а дождись, сейчас я тебя здесь веду в курс дела, как зарегистрироваться и как сделать безлимитный доступ совершенно бесплатно. Что я сейчас предлагаю сделать нам, друзья? Мы сейчас окунемся в мой компьютер моментально и посмотрим все изнутри. Я на фоне буду это все комментировать. Погнали! Друзья, мы сейчас находимся на сайте invideo.ai. Полноценный сайт называется ai.invideo.io. Ну, ссылка на него будет в описании. Так, что здесь есть? Здесь есть как бы идея видео. Что он нам предлагает? Давайте сейчас. Make video. Have live inside the black hole without help. Он, кстати, ладно, мы этот туториал смотреть не будем, наверное. Вы сами зайдете, можете посмотреть. Он генерирует как shorts видео, так и короткие видео, и на различные другие платформы. Это самое важное. И это очень классно, потому что он делает все самостоятельно. Смотрите. А мы с вами что сделаем? О, из Interstellar. Да, он очень круто делает. Ладно, это вы видео посмотрите сами. Так, нам нужно, во-первых, пройти регистрацию. Если у вас есть Gmail-адресы, несколько электронных почт, может через них. Можно через Apple зайти. Либо, ну, какой-нибудь Apple. Ой, либо какой-то адрес, короче, ввести. Вот, где брать временные адресы? Через VPN. Заходим на сайт. Сайт тоже будет в описании. TempMail, это типа TempMail Adress. Он вам выдает вот такой вот адрес. Мы уберем, копируем, вставляем сюда. Нажимаем Continue with email. Servers Error. Понятно. Еще раз. Дубль 2. Проверьте то, что все отправлено. Далее. Мы смотрим. Вот, код уже пришел. 336754. 336754. Окей. Заходим. Еще раз. Вуаля. И у нас безграничный доступ через такую систему. Очень классно. Выбираем. Ну, что у нас? YouTube. Дальше. Content Creator. Далее. Стивен Спилл. Стивен Спилберг. Я просто напишу. Me. Я. Все здесь на английском языке. Я не знаю, есть ли другие языки. Но, по-моему, особо нет. Вот. Что мы здесь можем? Давайте. Можем апгрейдиться. Апгрейд, кстати, стоит. Вот это наша пробная версия. Можно здесь посмотреть, что здесь есть. Вот. Версия плюс. Я ее еще ни разу не оплачивал. Так что, ну, ну, не знаю. А. Маунти. Это годовой абонемент. Это месячный. 25 за месяц. 50 минут. iGeneration. 80. iStalkов в месяц. 100 гигабайт сторидж. Ну, короче. Мы делаем пробную версию. Мы блогеры, не богатые люди сейчас в данное время. Так что нам подойдет и пробная версия. Ну, модель премиум AI. Круто. Вот. Что? Где тут смотреть? Нажимаем на профиль. Смотрите, в профиле здесь можно подписки. И посмотреть доступный ваш лимит. Как только он подходит к концу, мы создаем новый email адрес. Заходим по-новому и продолжаем с ним также работать. Как бы безграничный trial version в этой программе. Что не может не радовать. Вот. Классно. Так, мы переходим. Давайте. На home. Create. Новое видео. Здесь модель, которая нам это все генерирует. Типа, попробуй эти. Можно посмотреть tutorial. Также selection workflow. Мы можем делать YouTube Shorts. YouTube Explaner. Recent Event Video. Script to Video. Ну, круто. Вот. Мы здесь, давайте выберем, мы с вами, давайте создадим маленький Shorts Video на YouTube. Как это будет? YouTube Shorts. Give me YouTube Shorts About. Не, давайте, знаете, как возьмем? Это будет легко. Давайте мы с вами возьмем чуть-чуть посложнее. Как он справится с этой задачей. А недавнее событие в видео. Здесь мы типа пишем, о чем это видео. Прикрепляем ссылка из интернета, которая. Вот, я нашел ссылку. Вот, про нашего президента. Копировать. Скопируем это все. Далее открываем вот это. Вставляем сюда ссылочку. Ссылку оставили. Далее. О чем это видео? Вот так, берем название. Сюда. Сюда. Круто. Так, здесь можно выбрать то, что any gender. Gender, точнее, gender. Gender. Мальчика, девочку, voice. Какой voice? Ну, я думаю, any это значит любой. Для тех, у кого плохо с английским. Any, это тип неважно. Любой, короче. Gender, любой голос. Ну, вот. Добавить субтитры. Да, добавить субтитры. Subtitles. И как он будет использовать сервис iStock. iStock это сервис, где за платную подписку вы используете бесплатно фотографии и видеоматериалы. Вот. Ну, здесь мы оставим нормально. Можно его вообще убрать, но тогда у вас не будет вот этой watermark, водяного знака посередине, что это с iStock. Оставим с iStock, прям так. Вот, нажимаем ОК. Так, сеттинг. Так, если мы хотим YouTube Shorts Video, YouTube Shorts Short Video, да, не просто видео, потому что если просто видео оставить, он вам просто видео сделает. Так, и здесь напишем, я не знаю, субтитры, субтитры, я не знаю, сделать субтитры без этого слова, либо нет, но ставим субтитры. Вот, потому что я там не выбрал. Ну, я думаю. Давайте посмотрим. И нам должен выдавать классное видео. И также... Но это не будет сбегать наперед, сейчас мы все сами увидим. Так, друзья, сейчас самый классный момент, чтобы подписаться на мой YouTube канал. Если это видео зашло и заходят такие форматы, где мы с вами разбираем искусственные интеллекты, дай мне знать в комментариях. Так, аудиенция, тех энтузиаст, технический энтузиаст, политикал аналист, аи ресерчерс, луканфилд, как это все будет выглядеть и чувствоваться, профессиональная, крипс, минимум модерн, платформа YouTube Shorts. Ну, давайте оставим, вот, тех энтузиаст, технический энтузиаст. Нажимаем, что мы... Мы можем здесь чуть-чуть переделать, если вам нужно, и он заново отрендерит его. Ну, мы оставим как сейчас есть. Поиграться, я думаю, вы сможете и сами. Вот, что у нас сейчас? Такая рыбка, прикольненькая, как рыбка Дори, или в поисках Немо. Вот, сейчас он все это загружает, и скоро мы с вами увидим готовый результат. Ну, а если тебе понравился этот сервис, и ты хочешь сделать платную подписку, посмотреть, что там, и наши карточки, конечно же, не принимают, тогда, пожалуйста, спускайся по моей ссылке ниже, там ты найдешь классную реферальную ссылку на карточку People, и именно она сможет тебе помочь оплатить вот как бы данный сервис, и не только этот сервис. Но все делать через мою рефералку, потому что именно там ты получишь классный бонус, вот только через рефералки ты получишь. Вот, я никого не призываю, это просто это вот рекомендация о том, как я делаю, как я все оплачиваю, и мне помогает, почему нет? Итак, друзья, мы с вами возвращаемся, видим, он нам сгенерировал 55 секунд, красавчик, я бы сказал, уложился до 1 минуты, давайте посмотрим, что здесь сейчас вообще есть. Субтитры мы уже видим, субтитры, как это все называется, видим, мы даже можем увидеть текст, который здесь есть, если нажмем, и здесь мы можем редактировать и скрипт, скрипты и редактировать, также редактировать медиа наши, загружать медиа, что-то искать, вот смотрите, кстати, очень удобно, давайте перед началом посмотрим. Вот и про эту введенную знак, говоря. Путин планирует интенсивить исследование в генеративной АИ и большие языки, увеличить мощность суперкомпьютера, и улучшить АИ-экспрессию. Он обращается в обвинение о том, что в обвинении английского страны в исследовании АИ-экспрессии, называемый переход. Но это не все смысл. Некоторые исследователи АИ-экспрессуют о потенциальных опасностях АИ-экспрессии в ошибках. Путин, however, остается стедфастом, arguing that the Western Monopoly over AI is a threat to be reckoned with. Stay tuned for more, as Russia dives headfirst into the AI revolution. Как бы видео получилось очень классное. Для тех, кто не знает, о чем это говорится. Давайте, сейчас переведем. Так, мы вот берем Google Translate. В самом сердце России президент Владимир Путин выступает за искусственный интеллект. Он объявляет о новой национальной стратегии противодействия западной монополии на искусственный интеллект, заявляя, что это неприемлемо и опасно. Цель обеспечить, чтобы российские модели и ИИ отражали разнообразие мировой культуры а разнообразие мировой культуры и противодействовали предвзятости. Уже сам слова додумываю. А часто встречающиеся в существующих моделях. Путин планирует активизировать исследования в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей, модернизировать суперкомпьютерные мощности и улучшить образование в области искусственного интеллекта. Он выражает обеспокоенность по поводу доминирования англоязычных стран и в исследованиях ИИ, призывая к переменам. Но не все гладко. Некоторые исследователи ИИ обеспокоены потенциальной опасностью попадания ИИ в чужие руки. Путин, однако, остается непоколебимым, удерживая, что... А, утверждая... Сорян, ребят. Утверждая, что монополия Запада ИИ представляет собой угрозу, с которой следует считаться. Следите за новостями, поскольку Россия с головой погружается в революцию искусственного интеллекта. Вот. Как бы... Ну, это Google Translate. Вот. А так здесь... Ну, я посмотрел, у меня с английским, в принципе, хорошо. Ну, в принципе, классно. Вот. То, что он составил, классно все перевел. Давайте возвращаемся назад. Вот. А здесь можно... Вот, смотрите, он даже нам подсказки делает. В этой строке можно что-то добавлять, что-то убирать, друзья. Вот. А что можно делать далее? Если вас все устраивает, устраивает это видео, вы ничего не хотите добавлять, удалять, вы потом сами можете поиграться. Вот. Вы нажимаете экспорт и экспортируем видео. Здесь он нам предлагает то, что в каком формате. Он классный, что Full HD 1080. Можно проэкспортировать. Оставляем стоковую watermark, на селекции видео и брендинг тоже нормальный то, что оставляем. Вот. Все как подобает бесплатной версии со всеми водяными знаками, друзья. Сейчас. Что он делает? Он сейчас проходит процесс рендеринга. Что это такое? Это когда видео, то что делается до 1080, то что пи. Вот. Он нам пишет здесь заголовок. Какой может быть актуальный для видео, для вылазки на YouTube канал. Либо TikTok, либо, я не знаю, запрет. Запрещенные соцсети, такие как Instagram. Вот. Мы сейчас ждем. Вот. Кстати, у них классно есть. Если твое видео было отмечено, типа, как с авторскими правами, но кипирайт ассистент. Типа, ты можешь к ним обратиться, они тебе все подскажут, где и чего, и я думаю. Вот. Ну, я надеюсь, что эти видео не будут как копирайты, потому что это генерирует все искусственный интеллект, и постоянно он генерирует новые и новые идеи в зависимости от ваших потребностей. И даже если мы бы новый рендеринг бы поставили, новое видео бы создавали с такими же запросами, он бы нам полностью по-другому бы его составил. Вот. Очень круто. Так, сейчас мы здесь видим одну минуту, но у нас было меньше, чем одна минута, насколько я помню, было, по-моему, 55 секунд. Так, давайте подождем. Так, здесь у нас появилось видео. Сколько у нас идет видео? Ну, так, я сразу перемотаю. 54 секунды. Видео мы уже смотрели, смотреть не будем. Available for any anonymous user. Окей, классно. Что? Он нам, он сразу нам сейчас поставил это видео скачиваться. Если что, вот здесь поделиться, скачать. Вот. А outline он нам пишет 0,0. Ну, нам для этого видео они не нужны. Вот. Он нам здесь классно, что составляет сразу... Видео скачалось, я думаю, вы увидели. Составляет сразу название видео, как его можно назвать. И составляет описание к этому видео. Вот. Круто. Давайте посмотрим описание. В этом поучительном видео мы углубляемся в недавнее заявление Путина относительно амбициозного плана России по поддержке исследований и разработок, точнее, в области искусственного интеллекта. Присоединяйтесь к нам, когда мы исследуем последствия этого шага и его потенциал бросить вызов предполагаемой монополии Запада в области искусственного интеллекта. Мы обсуждаем последние новости в отделе... И отделяем факты от предложений, предлагая по ходу дела идеи, заверяющие задумываться. Блин, очень удобно как-то. Не пропустите это современное обсуждение. Нажмите кнопку «Мне нравится». Поделитесь этим видео, чтобы распространить информацию об этом важном развитии в мире искусственного интеллекта. Классно. Он даже зовет зрителей подписаться на твой канал, и чтобы они дальше следили. Круто вообще. Видео ТОП создалось за 2 секунды. Вы посмотрите. Все. Он нам автоматически поставил скачаться. Можно здесь прям не вот так копировать, а кнопочкой копировать, редактировать можно. Но у копирайта ничего. Видеоназвание придумал. Ну, единственное тегов нету, но я думаю, с тегами вы справитесь сами. А это было очередное видео про искусственный интеллект. Я надеюсь, что NVIDIA AI, что кому-то окажут большую помощь в создании искусственного интеллекта. Видео с помощью искусственных интеллектов. Конечно, YouTube сейчас с этим борется, друзья. Но об этом немного позже. Но если вам видео понравилось, видео зашло, тогда, пожалуйста, поставьте Лукаса вверх, друзья. Пишите различные комментарии. А так, если хотите пообщаться, можете писать мне в личку. Будем дружить общаться. А так, с вами был я, Алексей. И увидимся в новом видео про новый искусственный интеллект. Пока, друзья.